Коммунальщики Самары начали отключать злостным неплательщикам канализацию. Уведомления о наложении санкции за крупные долги по ЖКХ уже получили более 22 тысяч абонентов. Отключения происходят по всему городу. На один из адресов по улице Агибалова вместе со специалистами выехала наша съемочная группа. Михаил Ермоленко расскажет подробнее. Трубка устройства для тампонирования медленно опускается по стояку. Специалисты следят за происходящим внизу с помощью камеры. Как только аппарат достигнет нужного этажа, останется нажать кнопку и канализация в одной из квартир заблокируется. От благ цивилизации неплательщиков будет отделять заглушка. Механизм простой, но действенный, говорят слесаря. Он когда уже доходит до выпуска, ставится и соответственно в момент разжимается и она фиксируется зубчиками фаной трубы. Все, и она стыкается. Блокирует водоотведение только злостным неплательщикам. И хотя дома номер 76 и 78 по улице Агибалова выглядят благополучно, репутацию запятнали собственники нескольких квартир, чей суммарный долг за коммунальные услуги превысил 400 тысяч рублей. Уведомления о неуплате на таких жильцов действовать перестали, поэтому в ход пошли радикальные меры. Я хочу здесь обратить внимание, что мы отключаем не только должников, у которых крупные долги, а мы вправе произвести отключение в случае, если у людей есть задолженность более двух периодов. И сейчас, поскольку было принято решение проводить данное мероприятие в массовом порядке, сюда могут попасть также такие должники. Теперь восстановить водоотведение можно будет только погасив задолженность, а также оплатив работу по снятию заглушки. За это придется отдать дополнительно несколько тысяч рублей. Поэтому всегда выгоднее вовремя вносить платежи за услуги ЖКХ, отмечают специалисты ресурсоснабжающей компании. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.